Всем привет, с вами Денисыч, Мирана, Майя в будке. И сегодня я отвечу на вопрос Евгения Шабаева. Он звучит так. Как приучить чинка к вольеру и, главное, с какого возраста его можно там оставлять на постоянку? Какой алгоритм действий должен быть? Сейчас я маленько тут убрался в вольере, как вы могли видеть, увез на тачке. И весь снег, который сюда намело, просто у нас каждый день метет снега очень много. Из-за этого в вольере образуется такая каша. Плюс Майя у нас вытаскивает сено за собой. То есть, постоянно я сено туда добавляю, чтобы ей было тепло. И первое, это, конечно же, время года, когда надо брать собаку. Желательно это делать летом, либо весной, либо в начале осени. Вы примерно берете собаку в 2 месяца, в 1,5 месяца. И собаке, как вы знаете, надо ставить прививку. Прививка ставится в 2 месяца. После того, как вы поставите прививку, надо собаку держать 2 недели дома. Чтобы она никакую заразу на улице не подхватила. И чтобы она вообще не заболела. После ставится повторно 2-я прививка. Опять вы держите собаку 2 недели дома. Никуда вы ее не отпускаете. Даже в вольер. Потому что на улице очень много вирусов. То есть, вот эти 4 недели вы хоть как собаку держите дома. Но если вы возьмете собаку зимой, то желательно сделать ей очень теплый вольер. Допустим, если вы берете того же Ротвеллера, то они очень теплолюбивые собаки. И зимой, если у вас холодно очень, вы живете в Сибири, вот допустим, как мы, у нас зимой минус 40, минус 30 постоянно практически, минус 20. Тогда собаке желательно сделать очень теплый вольер. Либо держать ее дома. После чего, как вы продержали собаку 4 недели, обязательно постепенно приучайте ее к вольеру. То есть, допустим, в первый день вы заводите собаку в вольер, просто знакомите и показываете то, что все хорошо тут. Тут все замечательно, никто тебя не тронет, никто тебя тут не обидит. И желательно в вольере подкармливать собаку, брать с собой корм, либо еду даже, и кормить собаку тут. Чтобы она ассоциировала, у нее в голове ассоциировалось, что тут все хорошо, тут тебя никто не тронет. И с каждым днем, допустим, сегодня вы завели собаку на 5 минут, завтра вы завели собаку на 10 минут, послезавтра 15, и аналогичным образом дальше. То есть, все больше, 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 и постепенно вы вообще оставите собаку, ну, на постоянку, как вы говорите, то есть на постоянное место жительства в вольер. Если вы собаку оставляете надолго, и она начинает выть, плакать, то желательно не обращать на это внимание. Потому что, если вы будете постоянно обращать на это внимание, когда она плачет, воет, лает, то она, скорее всего, будет вас специально провоцировать, чтобы вы пришли. То есть специально будет выть, специально будет лаять, и от этого потом очень трудно будет это учить. Лучше изначально на собаку не пообращать внимания никакого. Вот на Миран, допустим, я ее держал дома, но я держал ее в комнате. Как вы помните, если вы видели предыдущие видео старые наши с Мираной, когда она была маленькой. Если даже она плакала, я на нее не обращал внимания. И постепенно, постепенно она привыкла к этому, и она перестала плакать. То есть она поняла то, что если я буду плакать, то ко мне никто не придет. А вот когда она успокаивалась, тогда я к ней подходил, ее гладил, хвалил, что она молодец, такая хорошая собака, что она очень спокойно себя ведет. Да, Мирша? Ты молодец. И, кстати, много кто меня сейчас спрашивает, почему Майя с Мираной постоянно вместе в вольере. На самом деле я Мирану вывожу только тогда, ну, в вольер сюда, только тогда, когда снимаю видеоролик, чтобы вы ее видели тоже, чтобы вы ее не забывали. А так она постоянно пока что у нас находится дома. Я хочу построить ей отдельный вольер, точнее, это Миранин вольер, а Майя хочу построить отдельный вольер, чтобы они были по раздельности. И так только на улице, допустим, в огороде играли вместе. Евгений, я надеюсь, вам помог. Если какие-то еще вопросы будут, пишите мне ВКонтакте, я постараюсь на них ответить, если что-то у вас какие-то еще остались вопросы. Ну, а так, конечно же, задавайте вы, вот кто меня сейчас смотрит. Если у вас какие-то есть вопросы, то задавайте, я также буду на них отвечать, буду раскрывать темы какие-то. Так что не стесняемся, пишем свои вопросы, я буду на них отвечать. Все комментарии я читаю. Ну, а кому понравилось видео, конечно, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами были Денисыч, Мирана и Майя. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! И, наконец-то, у нас есть собственный бренд под названием Хундрактор. И первый товар уже представлен, это Кобра-ошейник. Представлен он у нас в двух цветах, в черном и в оранжевом. Просто модный ошейник, но такой вот эмблемой. Хундрактор с ручкой, с очень удобной застежкой. Все ссылочки будут внизу и размеры. Так что переходите по ссылочкам и вы можете у нас приобрести вот такой вот ошейник. Так что приобретайте ошейник у нас, качество гарантировано.